Всех потрясла новость о том, что политик Алексей Навальный впал в кому с отравлением. Но помимо этого, больше всего всех потрясло, как Навального упорно не хотели отпускать на лечение в Германию. Было очевидно, что в российской клинике, оборудованной по последнему слову техники 40-х годов, ему не смогут оказать помощь. Там он был просто обречен. Все врачи после резкого появления спецслужб, а их там было гораздо больше, чем врачей, начали просто саботировать лечение и заниматься тем, что придумывали поводы для того, чтобы не отпустить Навального на лечение в Германию. Самолет с врачами стоял уже на взлетно-посадочной полосе и ждал. А омские врачи придумывали сказки, что он нетранспортабелен. Активная кампания в обществе и независимых СМИ, которая началась, сделала свое дело. Все новостные ленты были завалены упреками в адрес государства и Путина. Правительство даже начали называть «травительство Российской Федерации». Высказывались мнения, что Германия – наш настоящий друг, а не Китай, Сирия и прочее. Твиттер был заполнен публикациями. Что было сложно, но российским ученым удалось скрестить врача и мента. Осталось добавить к ним учителя и получить идеальный новый вид россиянина будущего. Нельзя не отметить смелых людей, которые выходили на пикеты с плакатами, требуя передать врачам Германии Алексея Навального для оказания помощи. А вот пропагандисты были совершенно другого мнения. Например, умственно неразвитая Симоньян писала, что у Навального всего лишь приступ сахарного диабета и вылечить его можно простой конфеткой. К слову, Навальный всегда подчеркивал ее интеллектуальные способности и как она с ними получает огромные деньги из бюджета. Вероятно, они сейчас с Соловьевым просто в бешенстве, что Навального Путин отпустил лечиться в Германию. Путину в этой ситуации без действия припомнили подводную лодку Курск. Когда мировое сообщество предлагало помощь, но он ее не принял, результат в итоге печален. Но, скорее всего, отпустил он по другой причине. За сутки Путину позвонили по поводу Навального, Меркель, Макрон, глава Евросовета Шарль Мишель и президент Франции Саули Неиста. Что они ему сказали, никто не знает. Вероятнее всего, именно факт мирового давления сдвинул это дело. Тем более, что это сильно бросает тень на Путина, так как дело Скрипалей никто не забыл. На данном этапе российское общество сделало все возможное. Теперь остается только пожелать Алексею Навальному выздороветь.